Добрый день! В эфире открытая студия Федерал Пресс. Мы работаем на полях Петербургского международного экономического форума. Гость нашей студии Кислицына Дарья Олеговна, директор департамента региональных программ экспертного института социальных исследований. Дарья Олеговна, добрый день! Добрый день! Спасибо за приглашение! Давайте поговорим о политологической школе России. Как она развивается сегодня? Какие региональные программы, на ваш взгляд, наиболее эффективны и востребованы у глав регионов? Мне кажется, политологическая школа развивается в своем темпе, наработанном за последние десятилетия. Что очень важно, школа, как школа признается, как наука признается, и она становится востребованной. Я сама, поскольку являюсь кандидатом политических наук. Понимаю, что, собственно, ученая стезя очень важна в профессии, потому что она все равно дает некие такие философские, теоретические рамки того, как устроено предметное поле. Хотя, конечно, практика, там, безусловно, понимаем все непосредственно в работе. Но за счет этого симбиоза получается очень хорошее взаимодействие. Есть несколько профильных ассоциаций. Российская ассоциация политической науки, Российское общество политологов. У нас в Экспертном институте социальных исследований довольно активно в рамках грантовой поддержки продвигаются различные исследования политологические. То есть поддерживает сама школа и сама ценность исследования как таковых. Потому что, конечно, когда уже в работу погружаешься 24 на 7, очень сложно из всей суеты вырваться и концептуально осмыслять. Поэтому я думаю, что, конечно, политологическая школа на рубеже, даже не сейчас, а раньше, на рубеже веков, она свое право на существование у нас в стране отвоевывала. Сейчас очень справедливо она свое место имеет. И я думаю, что она, конечно, масштабируется. И учитывая, что, собственно, у нас такие тренды, связанные с патриотическим воспитанием, с духовно-нравственными ценностями, я думаю, что в этом смысле у политологического сообщества гораздо больше сейчас точек поиска, применения своих концептов, теорий, гипотез на реальную практику. Дарья Олеговна, президент в послании Федеральному собранию сделал ставку на человекоцентричность, на кадровый потенциал. Вот скажите, есть ли сейчас налаженная форма взаимодействия института и учебных заведений? И как вы работаете с молодежью в регионах? Ведущие вузы страны входят, их представители входят в Победительский совет нашего института, то есть определяют большую рамку развития все вместе, вместе определяют и обсуждают образовательные направления, в широком смысле образовательные направления, образовательные треки подготовки кадров в нашей области. Ну и вот, как я уже говорила, активно участвуют вузы, представители вузов в исследованиях и в грантовых программах, которые организуются у нашего института совместно с Министерством образования. Как вы считаете, за счет чего достигнута эта планка и какой вклад делают главы регионов? Действительно очень большой шаг сделан в стране по снижению безработицы. У нас сейчас рекордный показатель, а в некоторых регионах он даже еще меньше. Тут огромное количество федеральных и региональных усилий на это было направлено, и пилотные проекты по социальным контрактам тем же, например, которые, собственно, знаете, даже в какой-то момент, даже общаясь с главами регионов, вот так неформально, они рассказывают, что система некоторых людей не поощряет на то, чтобы они переставали быть безработными. То есть безработные получаешь такое пособие, такое пособие. И очень важно было людям в этот момент объяснить, показать, что они получают от того, что они становятся не безработными, а работающими при деле. Помимо денег они получают реализацию. И вот мне кажется, как раз-таки, например, упомянутая выше практика социальных контрактов, которые как раз-таки по этому принципу не рыбку навесить, а дать удочку, простимулировать заниматься тем, что человеку интересно, конечно, она способствует. Владимир Владимирович в послании говорил о пяти новых нацпроектах. Дарья Олеговна, как Вы считаете, как сейчас губернаторский корпус готовится? Готов ли? Что происходит в регионах? Возможно, уже есть какие-то предпосылки того, что некоторые из объявленных нацпроектов, которые мы ждем, что запустятся в 2025 году, уже начали на местах реализовываться? Совершенно точно готовятся. Вот тоже к сегодняшнему разговорам апеллирую. Неформально общались с некоторыми главами на предмет того, какие приоритеты в этом году, на чем будете фокусироваться. И самый частый ответ – новые нацпроекты определены, новые наццели сформулированы, надо заниматься ими, конечно, понятно, безусловно. А по молодежи в целом у нас инфраструктура за последние годы очень активно выстраивается, такая инфраструктура государства, что, честно говоря, даже современные молодежи начинающие, не выходящие, как я из зоны уже молодежи, а начинающие, можно позавидовать с точки зрения того, какое количество, ну вот реально… Программ. Программ, социальных лестниц, лифтов создается. Всемирный фестиваль молодежи, мы знаем, недавно прошел. Это же огромный опыт общения. Огромный. И уже готовимся принимать следующий, там через 5-6 лет, не помню. Да, один раз в 6 лет. Да. Потом, ну, очень важно заявлено, одна из целей заявлена, про увеличение продолжительности жизни, по-моему, до 78 лет, да, в 36-м году. Вот, соответственно, ну, конечно, мы понимаем, что это такой общий демографический тренд по миру, старение населения, и важно создавать правильные программы поддержки, адаптации, вот народосбережения, да. Ну, потому что, условно говоря, если раньше там, не знаю, считалось 50-60 лет, это вроде как пенсия, то сейчас это абсолютно рабочий, полноценный возраст, и возраст еще такой классной социальной жизни, активной. И вот поэтому, да, хорошо, что проект прямо так-то называется «Активное долголетие». Все там будем, и важно самим тоже об этом задуматься. И, мне кажется, достаточно важный проект «Кадры», потому что кадры в регионах нужно сохранять, и вот то, о чем вы говорили, на местах программы развивать. Да, потому что вот тоже там с некоторыми губернаторами дружно на меня разговаривали, когда губернатор проезжает один в регион, который, скажу так, с точки зрения кадрового потенциала небогат, тяжело. И поэтому очень важно, чтобы или сразу проезжал с костяком команды, или сразу адаптировать программы кадровых, ну, разных кадровых резервов, в принципе, их и по стране много, и по регионам, чтобы выявлять даже, вот мне кажется, не то чтобы талантливых, талантливых, безусловно, да, замотивированных тем, кто вот действительно готов работать на госслужбе, на муниципальной службе, потому что это все равно определенный тип людей, определенный тип ценностей, да, вот служение, о котором так много говорится, этому отдаваться надо, понятно, что это та сфера, которая сейчас тоже там, ну, имен не называю, разговаривала с… кандидат определился на один из городов, вот выборы у него будут в сентябре. Я, говорит, еще о семье даже не говорил, они уже в телеграм-каналах прочитали, ну, потому что вот как-то планировали, что мы пять лет не были на море, а сейчас съездим в отпуск, а сейчас вот снова у нас работа, ну, и, как бы, говорит об этом радостно, без горечек какой-то, потому что я понимаю, что, ну, собственно, его эта сфера драйвит. Вот, ну и, конечно, классный национальный проект, мне кажется, наверное, ключевой даже объявленный в этом политическом сезоне семья, то есть меры поддержки, которые были за шесть лет реализованы, плюс задача там по коэффициенту рождаемости по повышению и по сокращению разрыва между многодетными семьями и немногодетными семьями. Вот у меня один из любимых регионов, где я давно работаю, Республика Якутия, Саха-Якутия, и глава, у него есть классный тезис такой, у Сан Сергеевича, он говорит, надо избавиться от стереотипа, что многодетность равно бедность. И вот мы на примере там якутских семей, якутского кейса старались показывать, что это не про одно и то же, это некий общественный стереотип, с которым очень важно работать. Вот я думаю, что проект, наш проект, он в том числе и этим задачам будет способствовать. Спасибо большое, Дарья Олеговна, за ваш разговор. Хорошего дня и удачного форума!